8000 оборотов до этих оборотов она как бы едет или так включать всем привет ребят и мы собрались у нас выходной дружной компании скажем так будет еще санек но его забыли я уверен давно не появлялся да это было еще начале ролик мы его каждом и ездимся блогерская да сейчас просто хотим поснимать лимонку от я достал из гаража помыл и пошел дочь но как обычно она также выглядит неплохо солнце к же села но сейчас мы хотим просто посмотреть интересные кадры у них эта тренировочка будет ну а там дальше посмотрим что суда выйдет будет у нас на собору ехать я буду снимать ехать работам просто меню сама такая была модель там не подарили прекрасный самый мучий подарок для хлопця да помнишь когда ты на жогулях ездил последний раз да я вспоминать не сильно не хочешь да давай давай так то дело в том что есть момент такой с этими корбами она на низах плохо едет едет только наверхах ну возможно настроек возможно нет суть в том что я привык уже езжу нормально а вот он разобрался ну все туда поехали и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, або что-то сушатать в этот скользкий день Не надо так говорить Ну, как всегда, по-мокрому, чтобы результат был максимально правдивый У нас выбора нет, просто вот такая погода, что не сделаешь Я вообще на рекорд ждал, хлопцей, кто там на рекорде Вам привет, я уже был готовый за езду, ну увы Санек будет снимать Я? У меня еще тут тронуться надо удачно, потому что если я плохо тронуться Я имею в виду не в плане того, что буксует, а в плане того, что когда она получается мало оборотов даешь Она начинает типа как ригать получается, не скучивается мотор Поэтому сейчас я просто газую и все, все, что должен сделать А дальше она поедет Ну ты же памятаешь, у меня те же проблемы Давай, у тебя запас по времени на 2 секунды быстрее, чем у меня Все, поехали Комент истины Сейчас Тебе что делаешь Стой, надо чтобы ты встал уже с той стороны Нет, нет, нет Давай Там лужи просто справа Так У меня лужи догоняют, да? Давай будем ехать Давай, на сигнал давал Давай, на сигнал Давай, давай Да, на сигнал Давай, давай Давай Ага Сокуражай Тебе Сокуражай Тебе 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 Мне кажется, Леха сейчас еще захочет. Мне кажется, что ходят лучше, чем эта тройка. Если честно, прямо едет хорошо. Сейчас еще на дерево, то будет весело. Ну да. Зариваемся обои, но в него обороты хорошо держат. Он пока раскрутит ее. Так, может давай форму выйдем? Монку мы мучаете, да? Ты ли не форму донесешь? Нет. Машина впереди. Сейчас едем и на конечку давай. Сейчас они проедут. На шагу. Главное, что снижает, я не знаю, что снижает. Снижает! Сейчас у меня донесет. Снижает! Я ехал на все бабки, это факт. Я прямо жарил. А вот, блин, 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 просто відпочиваю по сравнению с поревняно с лимонкой. Можно сказать, она прямо граната, взрывная машина. Я хорошо еду. Еда прямо добротно. Та й звучит достатньо впевнено. Ну ви знаєте, скільки не їздив і ще б скільки не їздив, це факт. Я просто... У мене ж була, якби... Гадаю, з теплом, але повертатись до цього я точно не стану. Не те авто, не ті бюджети. Так, что да. Ну, в общем, прям, взагалі чудово пішла. Або моя не пішла, або його пішла. Краще, ніж він розповідає. А був би до цих хороший. Ну круто, круто. Добре. Чуть, як вона. У мене дрельками длинніше, круто, як у нього. В колесі на машині. Хто там буде дивиться. Утоп, я не жалел. Утоп, а ви дал. Улєха, ти просто... Що? Зивівал. Видишь, по-мокрому, я їду быстрей настартить. Та хорошо, і яду. Там Витя показує, як він на жовлях їздив. Так, як історія його точно ще закончилась. Утоп, я утрам інші. Ты знаешь, пока не видел это видео, еще так тебе доверил. А сейчас что-то думаю, зря я это сделал, да? Ну, все может быть. Скис на это видео, я немножко покажу. Мы вставим, да, тогда. На, уехал! Фаналик отлетел! На, есть контакт! Есть! Ну так а что, не смех продать, душу вклал. Что делать? Разматывать. Для меня машина, я как девушка, это для... Это прям серьезно. А Леха мне сегодня дал свою троицую. Я там ручника дернул, он трохи понял, что мне все равно на чем катиться. Ну нормально, что, продал по запчастям, машину распустил. Ей не жалко, я себе отдал за маленькие деньги, ей превратили просто, ну, сам понимаешь, в кусок якогось там мусоровозки, грубо говоря. А воно у меня была в своем стиле, я там, флэт-аут. Для всех, кто видел наклейки, вот эти надписи. Это же именно мне на заказ Сигри делал. Я думаю, где это? Это именно Сигри. Я же на заказ. Мы сказали, что мы играли с тобой, чтобы играл Таталу тоже. Ну, вторая часть, да. Ну короче, воно была в стиле флэт-аут, но я не мог найти соперника, чтобы реально заработиться. Прям, ну, Таталово побороться, грубо говоря. Ну, таких не было. И все, я понял, что пришлось ей так похоронить, как-то так. Ну нормально, не жалую, ничего. Ванна, ты мне сказал, что типа Лимонка плохо едет, а потом мы с тобой заехали. А потом я удивился, да. Ну, я на ней сам же сидел, ну там на видео есть, я на ней попробовал. Ну, как бы едет, видно, что обороты станут. Ты ехал в середине оборотов? До среднего, снизу, до среднего. А едет она после 6000. И это факт. Ну, там на видео видно будет. Вся проблема в том, что я так, для тех людей, кто еще не был на канале и не видел этот автомобиль, А, наверное, покажем моторный отсек, что ли, да, чтобы интересно было. Какие, да, там. Там получается, задумка была в чем. Ну, мне нравилось всегда обороты. У меня еще до этого была восьмерка с турбиной, которая. И там не крутилась она 8500 оборотов, в принципе ехалась нормально, пока клапа не оторвала. В общем, на этом мы закончили с ней историю, в общем. Ну, в общем, это не касается этой машины. Когда я делаю ремонтку, ну, занимался ее, как бы, постройкой, да, скажем. То, тоже хотел выйти на маленьком объеме, но за счет оборотов, чтобы она поехала. По большому счету, то она поехала. Ну, то есть, поехал лучше, чем обычная, но не показательно, скажем так. Поэтому, что мы имеем? Мы имеем карбюраторы DeLorto под объем где-то 2 литра, по-моему, если не ошибаюсь. С Alfa Romeo какие-то моторы были у них. Кто помнит? Ну, что-то такое. Там 2, 2,5, наверное, да, были такое что-то. Значит, эти карбы стояли на жиге тоже, на 2-х литровом моторе. Я не ошибаюсь. Или 1,8 либо 2 литра, точно не могу сказать. И на них она как бы ехала. У меня объем 1,5. Естественно, что мне говорили, что, скорее всего, она не подъедет. Ну, в принципе, она поехала, но, может, не так, как должна была быть. Но, тем не менее, у нее обороты сместились очень вверх, получается. То есть, наверху она едет. Ну, нужно крутить те же самые 8000 оборотов. До этих оборотов она как бы едет и туда включается. Поэтому у меня дистанция через 2 метра заканчивается третьей передачей всего лишь навсего. Еду я на копеечном коробке, копеечном редукторе. Вот так вот. То есть, за счет оборотов она как бы едет тремя передачами. Не четырьмя передачами, как это обычно на обычном жиголе получается. Ну, все, в принципе. Ну, технически, то, что я на ней проехал, я могу объясниться тем, что малообъемный мотор. Ранеры, ну, достаточно чуть ли не по 2 литра, грубо говоря. И поэтому его настроят даже тяжко, потому что очень малая скорость потока. Именно в самом карбюраторе. И он настроен наверху и едет наверху. Вот первый минус это то, чтобы тронуться на ней, чтобы она не хрюкала, не проваливалась. Надо дать много оборотов, чтобы она буксовала. Она буксует и за счет этого едет. Потом дальше идет переключение передач. Ну, в общем, первые две она хорошо едет, третья она уже умирает, чувствуется это. И за счет этого у нее получается плохое время квотера. За счет того, что она умирает на третьей передаче. И старт у нее только с буксом идет. Без букса она просто не поедет. Вот ее два минуса получается. Ну, это мы заметили. Да, да, да. Держа обороты. Только проваливается по оборотам все. Машина тухнет. Да, вот все. Но тоже прикольное. Я, в свою очередь, показал людям, что можно получить с этого обычного мотора 1.5. Ну, он не совсем обычный. Все-таки у него идет облегченный маховик, шатуны облегченная, коленвал облегченный тоже. Троечный коленвал. Снят 10 миллиметров с противовесов. Понял? Я понял. Тоже облегченные. Клапана стоят с москвича, впускные. Каналы сделаны. Там на миллиметр больше. На миллиметр больше получается. Я знаю, как в истории. Сцепа у него однорядно идет. Шивее Нива получается. Ну, все. Как бы. Вот это весь мотор. То есть, в принципе, в принципе, неплохо. Ремень еще ни разу не слетал. У меня была такая проблема на Ниве слетал ремень. Да. У меня семерка была тоже в таком духе. Какой у меня ремень, это расходник был. Ну, там, ну, все можете объяснить нецовосность шкивов и прочее. Ну, я старался сделать ее. Такое, что придется прямо подгонять. Да. А на Ниве я ушел с тем, что поставил ремень с Бош. Не на Бош ремень. Все. Зубчатый, наверное. И перестал слетать. Ну, они все одинаково на вид. А почему-то вот именно Бошевский не слетал. Ну, все. В общем-то. Под моторном осяке она вообще обычная самая. Все, все, все. Тесная. Что пытался ведь говорить от этой затеи, но он не хочет. Ты это, держи на это дело. Вот. Кусочки щеконки, да? Эх, щеконки, это дело хорошо. Витя, только машину помыл. Так ты что? Как покрыжаешься? Нормально. Только машину помыл. Что ты делаешь? Я был далеко. Ну, не сильно-то и далеко, как бы. Пошла. О, смотри. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ах, ты как пар едет. С колес. Повижу, да. Прогрелый трогай. Главное, что тебе нравится. Ну, рекорда не ма. Я тут сам вспомняю сегодня театр одного отстера. Да. Да. Пойдет. Нормально. У меня аж эмоции крутят. На лимонке не получилось так сделать. Хоть на соль. А ты мне просто и не дал. Хочешь, сейчас прям сделаю. Пойдет. Это не легко. А нормально. Пойдет. Я думаю, в следующий раз, когда ты будешь что-то подобное делать, надо будет тебе выдать такой атрибут. Короче, легко походу, это тебе надо выдать. Потому что ты тут боишься. А я лично думаю. Ну, примери, примери. А, ну блин. У меня есть мотоцикл. У меня есть шлем. Так что я со своим могу прийти. Это тебе безопасность, понял? Ну, конечно. На соревнованиях официальных. Там все ужасы были. Ты что, что творил? Ты бачил. Прям. Да. Та любой пацан на любом Жигуле так же само повторит. Так что давай не будем. Понятно, да. Тем более по себе. Ну, дарвался хлопец до щебня. Ну, с кем не было. А ты не захотел кружиться рядом. Не, я не захотел. Не хватит по прямой. Одного актера. Кстати, я за тобой только что ехал, не могу догнать. Я понимаю, что ты газ даешь, но я не вытягиваю. Разрыв. Я чуть-чуть начал крутить дальше двигатель. Получается. Ну, свое время ты, когда раскручиваешься, а я в этот момент начинаю, то уже все. Я просто физически не могу. Это достаточно, чтобы ты не догнал. Это когда одновременно трогаемся, тогда ты можешь взять чешетину. А так нет. Сейчас же вбороты. Винты. Пойдет. Пойдет. То есть, в принципе, все четко, да? Да. Отлично. Просто что, ну, трошки было запланировано однее, а по факту крутили все там на паркур. Ну, все спонтанно, все по какой жизни, скажем. Никто ничего не придумает. Хотя я смотрел все очень красиво, когда ты крутился там. То есть вся Себеночка как мне летела. Ну, а я глаза так закрывал. Ну, чтоб понял. В глаза не попало. Ну, я, кстати, машине предупредил. Отъехать трохи. Так что это будет. Не помогло. Всех закидало. Да. Хорошо. Я со второй, кстати. Ну, это понятно. Потому что она тяжело пошла, потому что я сходу со второй начал. Да, да. Поэтому, ну, нормально. Повторим. По любому повторим. Покировку надо. Парный заезд. Зробим еще. Надеюсь, ребята, вы меня там смотрите. В общем, ребята, кто хочет сделать вызов Витьку. Всегда за. Да. 2-3 лидера, да? Понимается. В зависимости от того, какая машина. Ну, да, да. Потому что совсем подряд тоже нет. Ну, как бы он, желание есть заехать, а не ехать ни с кем получается. Ну, нет. Нету желающих, короче. Надо жаргоном, типа, надо меня упустить. Потому что я тут псих-одиночка. И пока, ну, отчаянных нет. Да, нет, нет. Как-то так. Ну, все, ребята. Всем пока. Спасибо за просмотр, кстати. Всем удачи. До скорого. Ну, мы с тобой еще.